Здравствуйте, весы! Гороскопный период с 23 августа по 23 сентября на сентябрь 2018 года. 23 августа солнышко заходит в ваш 12 дом, а спустя 3 дня, 26 августа, случается полнолуние в вашем 6 доме. Итак, вы начинаете развиваться духовно, вы освещаете для себя все вопросы, связанные с вашим развитием, с вашим стремлением к пониманию себя, к вашим стремлением осознать Любовь высшего порядка и побороть в себе все возможные недостатки. По такому транзиту прекрасно заниматься духовной работой, работой по избавлению от страхов, от травм детства, а также излечивать психические расстройства. По солнцу в 12 доме иногда происходит иммиграция или принятие решения об иммиграции. По полнолунию в 6 доме вы видите, как влияет ваш дух на ваше тело. Вы замечаете психосоматику и вам становится легко от нее избавиться. По такому полнолунию прекрасно избавляться и от физических недугов, и от умственных расстройств, и от душевных, духовных травм. 6 сентября в Деву, в 12 дом, заходит Меркурий. Если вы собираетесь эмигрировать, начинайте оформлять документы. Это оформление пройдет быстро и легко. Если вы хотите еще и в землю покупать за границей, а это возможно, потому что в этот же день, 6 сентября, в Козероге, в знаке Земли, разворачивается его управитель Сатурн в прямое движение. А Козерог для вас, дорогие весы, 4 дом. Если вы ищете дом за границей, вы его находите. К вам приходит весточка, известие, новость, информация о том, что это за дом и как туда переехать. По такому транзиту, если в конце августа вы стали заниматься медитативными практиками, вы начинаете медитировать в пространстве изолированном, так или иначе, в пространстве своего дома. Возможно, если вы духовный человек, то вы занимаетесь организацией ретритов, организовываете в группах, собираете группы для медитации у себя непосредственно дома, либо же в интернет-пространстве. Занимаетесь деятельностью, фриланс или благотворительностью именно в плане духовности. Вы продвигаете духовные ценности в этот мир. По такому транзиту, так же, если у вас не получилось избавиться от физической зависимости, или от душевной травмы, или от какого-либо расстройства психосоматического, то обращайтесь, пожалуйста, в организации, обращайтесь в медицинские учреждения, посещайте санатории, отдыхайте, так же, может быть, за границей, или у себя дома в каком-то закрытом учреждении. Я имею в виду закрытое учреждение — это то учреждение, которое так или иначе оторвано от цивилизации. То есть это когда вы не в городе лежите в больнице, а поехали где-то, нашли какое-то уникальное предложение, где, например, на каком-то озере отдыхает группа людей и одновременно занимается улучшением своего физического состояния или решением проблем психологического типа. В общем, замечательное время, чтобы ездить на ретриты. Здесь у вас будет получаться великолепно достигать любой своей цели, связанной с адаптацией в этом мире. Вот что это для вас? Либо вы действительно домом занимаетесь, постройкой дома, то вы целенаправленно это делаете и концентрируетесь именно на этой одной задаче. Либо же вы развиваете свой дух. Здоровье — это, несомненно, наша основа. И несомненно то, что наше здоровье зависит от того, где и с кем мы живём. Где в физическом плане и где в плане психологическом. Какой климат в нашей семье психологический. Комфортно ли нам? Мы живём в скандалах и ссорах или в любви и принятии? 9 сентября вновь два события. Первое — Венера заходит в знак Скорпиона, ваш второй дом. И второе — случается Новолуние в вашем 12-м доме. Новолуние — это всегда обновление энергии и некоторое обнуление. Так как Венера в вашем втором доме, я могла бы трактовать это просто. Самое, что на поверхности — это зарплата, приход денег, повышение зарплаты или получение подарков. Это всё возможно, очень возможно. Так как в Скорпионе ещё и Юпитер. То есть вам дали прекрасные подарки. Это подарки вам не заработаны. Не просто так вы отдали за это свою энергию или своё время или работу. То есть это зарплата, то вы работали и вам пришли деньги. Но я хочу ещё дать вам такую интерпретацию, такого прекрасного тронзита. Повышение самооценки. Вы явно повышаетесь в цене, в хорошем значении этого слова. Вы сами себя повышаете в цене. Ваша самоценность возрастает. Именно за счёт того, я предположу, за счёт того, что вы обновились духовно. Обновился ваш Дух. Вот здесь 9 сентября, возможно, вы уже избавитесь от того, с чем вы боролись всё лето. Так как лето было у нас очень боевым, целых три затмения. Так вот, с чем вы боролись, что вы преодолевали в себе, какую болезнь вы разрушали, от какой болезни вы освобождались, от какого недуга физического, телесного, психофизического вы избавлялись здесь 9 сентября. Вы можете избавиться от этого недуга. И это у вас получится сделать прекрасно за счёт повышения самооценки. Скорпион — это знак психологов. Обращайтесь за помощью к психологу. Вот по такому транзиту, там, где и 2-й, и 12-й дом, это психотерапия или психиатрия. Даже вот ближе, да, нежели психолог, ну, возьмём посрединке психотерапия. Да, если между психиатром и психологом вы делаете выбор и не можете выбрать, то это психотерапевт должен быть для вас. 11 сентября меняет знак Марс, он входит в водолей, это для вас 5-й дом. Девушки, дорогие мои, любимые, если вы ищете любовь, вы встречаете её, вот, начиная с этого периода, пока Марс идёт по водолею, очень хорошо. Могу предположить, возможно, если вы хотите этого, если это для вас благо, то к вам возвращаются бывшие мужчины. Для вас по такому транзиту вы можете заинтересоваться чем-то, что связано с автомобилями, увлечься или купить автомобиль, или увлечься, например, гонками. Либо вам вдруг захочется покупать оружие, коллекционировать оружие. Если вы предприниматель, очень хорошее время для вас, замечательное, но будьте, пожалуйста, осторожны, так как в водолеющую чёрная луна — это искушение, соблазны и наши страхи. Если, да, ещё должна сказать, если вы увлекаетесь, например, вы мотоцикл или машина, у вас какой-то такой интерес экстремальный, осторожнее, потому что чёрная луна толкает нас на это. Чёрная луна как раз-таки и есть в водолее тот самый мотоциклист, который так горяч, так страстен, что он забывает о тормозах, да, и несётся по полной. Он даже не едет уже, он просто летит по трассе, да, водолей, знак воздуха. Осторожно, я вас призываю, и я сейчас прошу вас, пожалуйста, услышьте меня, будьте осторожны. Пятый дом — водолей. Для вас это всё, что люба, близко и дорогу сердцу. Это любовники и те увлечения, которые заставляют вас окунуться в омут с головой. Вы погружаетесь в это бесконечное пространство Любви, но так как здесь чёрная луна, это любовь-мания. Маниакальность может вас преследовать, или вы, может быть, будете тем самым маниакальным преследователем. Хорошо, если вы направляете эту энергию в творчество. Лучшее, что вы можете сделать, это направить эту энергию в творчество, потому что пятый дом — это дом творчества, это сцена. Хорошо для вас, если вы артист, если вы театральный деятель, деятель искусств, кино, если вы выступаете на публике, если вы говорите с трибуны. Это сцена открытая. Если вы организовываете мероприятие, великолепно тоже для вас. Направляйте вот эту всю свою активность чрезмерную вот на такую творческую, инициативную деятельность. Конечно же, тоже будьте осторожны, но в таком случае это лучший вариант для вас. И те люди, которые не связаны с искусством, попробуйте что-то здесь порисовать, что-то здесь творческое делать. Марс — это острые предметы. Вы будьте с ними осторожны, но тем не менее вы сейчас можете ими очень искусно владеть. Хобби, связанное, к примеру, вы печёте, что-то выпекаете и орудуете ножом. Хорошо, но опять-таки, пожалуйста, не забывайте, лилит в водолее. У меня есть видео о лилит. Я оставлю на него ссылочку в описании. Посмотрите, пожалуйста, потому что вас это касается непосредственно. 6 августа лилит зашла в водолей, а в ваш знак, в знак весов 6 августа, зашла в Венера. У меня также есть новость об этом транзите. Я также оставлю ссылочку и на неё. Ох, ну наконец-то, можно улыбнуться и начать говорить приятное. Дорогие мои весы, 23 числа солнышко переходит в ваш знак. Сюда 22 числа уже перешёл и Меркурий. Я вас поздравляю, мои дорогие весы, у вас начались дни рождения. Вы необыкновенные, вы прекрасные. Ваш знак — знак партнёрства, знак гармонии, знак миролюбия, миротворчества. Знак, который говорит нам, есть ты и я, и я есть ты, и ты моё зеркало, а я твоё. Давай будем жить в мире, знаете, как кот Леопольд. Давайте жить дружно. Друзья мои, я поздравляю вас ещё и по той самой причине, что 23 сентября в этом году, в 2018, случается мощный энергетический праздник, день осеннего равноденствия. Он иногда бывает 22, иногда 24 сентября. А вот в этом году, 23, в день, когда Солнце переходит в ваш первый дом, в ваш знак. Если вам интересно, а мне очень интересно подробности об этом празднике, я вам сделаю отдельное видео для всех, конечно же, моих подписчиков. Но чтобы я знала, насколько вы заинтересованы, насколько это востребованная тема, пожалуйста, напишите в комментариях под этим видео, конечно же, кроме своих комментариев, напишите словосочетание «осеннее равноденствие». Я пойму, что вы хотите побольше узнать об этом празднике. Надеюсь, я не запутала вас. В общем, если вы хотите узнать, как провести мощнейший день осеннего равноденствия, так, чтобы улучшить свою жизнь, напишите мне в комментариях. Конечно же, заодно, пока пролистываете страничку, чтобы написать комментарии, не забудьте нажать «Лайк». А после просмотра нажимайте кнопочку «Поделиться» и распространяйте это видео в своих соцсетях. Так мы сможем с вами, дорогие мои весы, сбалансировать энергетический обмен между нами. Пусть весы будут показывать равновесие. Я даю вам знания, а вы привлекайте на мой канал новых подписчиков и помогайте мне. Мы помогаем друг другу. Дорогие мои весы, солнце в вашем первом доме — это вы становитесь солнышком, вы в расцвете сил. Ваши праздники, ваши дни рождения вас все любят, вас все видят ярким, праздничным, солнечным, вам дарят подарки по Меркурию в весах, вас хотят видеть, вас хотят слышать, вас хотят лицезреть. А вы, весы, вы знак красоты. В вашем доме, обитель Венеры, в вашем доме экзальтирует Сатурн, который обозначает совершенство. Весы — это самые красивые люди. Весы по Солнцу, весы по асценденту, люди, у которых Луна в весах. Это красавчики! Самые красивые люди. Вот не знаю, какой пример вам привести. Ну вот Хью Джекман. Вы, наверное, все его знаете. Ну а 25 сентября случается полнолуние в знаке вашего партнера в Овне. Здесь для вас, я так предполагаю, если вы хотите отпраздновать свои дни рождения с партнером, ну великолепно. Это будут прекрасные романтические праздники, встречи под полной Луной. Если вы хотите заключать брак, также очень вероятно, или вы, наконец, решите заключить брак с вашим партнером. Или вы встречаете свою любовь, весы, если вы одиноки. Или вы переводите отношения на новый уровень. Но также я хочу вам сказать, дорогие мои весы, если вы хотите прекратить мешающие вам жить отношения, вот тоже великолепное время, как это неудивительно, замечательное время, чтобы расторгнуть брак, который уже отжил себя, который вам мешает, ну вот давит вас этот человек. Не знаю, может быть, как раз-таки вот здесь, когда Марс заходит в дом любовников и любовниц, напомню вам, это 11 сентября. Может быть, вы тут встречаете свою любовь, или к вам возвращается любовь. Знаете, чтобы вас вдохновить, я расскажу вам историю одной женщины, прекрасной, замечательной, великолепной женщины, я с ней работала одно время. Эта женщина, друзья мои, в 50 лет она развелась. Знаете почему? Потому что незадолго до того, на встрече одноклассников, она встретила свою первую любовь, того мальчика, с которым у неё был первый поцелуй. И вы знаете что? В 50 лет, спустя годы, я не знаю, сколько лет прошло, с тех пор, как они не виделись, лет 30 точно, у них начался такой роман, такая страсть, что позавидуют и 18-летние. Туда лежите в своё удовольствие. Любовь приходит нежданно-негаданно. Любовь настигает нас, когда мы готовы. Всё равно, сколько вам лет, а я знаю, меня смотрят очень многие люди в прекрасном зрелом возрасте от 45 до 65. Меня смотрят люди даже старше 65 лет. Я все вам говорю, будьте счастливы в любом возрасте. Вы можете жить столько, сколько хотите. Я желаю вам, живите столько, сколько вы хотите. Вы можете жить столько, сколько вы хотите. Никого не слушайте. Сколько бы вам ни было лет, живите по полной, на полную. Любите, как будто бы вам 17. Потому что я уверена, если вы смотрите мой канал, вам 17 в душе, а может быть и меньше, может быть вам 7. Пишите мне. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok